Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот должен выглядеть подрезвитель будущего. Андрюха! Я думал, ты спишь. Какой нафиг спишь? Я повернуться не могу. Тут где-то трусы мои должны быть. Где тут-то? Ну, я не знаю, где-то у пальмы или там рядом с бассейном. Да, попал ты, брат. У нас же через пять минут зарядка. Блин! Молодец, дай! Города, машины, будни, ничего не позабуду. Унесли печаль отсюда далеко-далёко. По мотивам старой книжки, новый сон и сон давнишний. Дым и порох – это слишком, если одиноко. Переживали без повода и улетали из города. От дыма и пороха кружилась голова. Проказы хмеля и солода, и мы летали над городом. Мы улетали из города на острова. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Следующее упражнение – махи ногами. Раз, два, три, четыре. А можно я наклона поделаю? Раз, два, три, четыре. Нет, только не наклоны. Хорошо, ладно, закончили гимнастику. После завтрака жду вас всех в конференц-зале. Только в одежде, Юрочка. Ну вот, все так хотели еще с полчасика ножками помахать. А теперь из одного человека без зарядки остались. А курицам шутить приказа не было. Господин Новиков, потрудитесь не хамить. Па-тру-жусь. Стасик. Вы разговариваете с начальником. Соблюдайте субординацию. Пожалуйста. А чем, по-вашему, отличается лесть от комплимента? Принципиально ничем. Василий Николаевич, вы что, не дозавтракали? Да. Я еще и не доспал. Но разве кому-нибудь есть дело вообще до моего самочувствия? Конечно, никому. Дима, у вас прекрасная реакция. Скажите, что это было, лесть или комплимент? Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. У меня хамство. Согласна. Но сегодня мы научимся с вами говорить настоящие, искренние комплименты. Наталья Юрьевна, вот вам не видно, а Василий Николаевич загородился рукой, а сам яблоко жует. Поэтому сегодня я предлагаю сказать комплименты старейшему работнику нашей фирмы, Кириллу Генриховичу, от которого мы все видим только хорошее. И что это такое хорошее мы все видим от него? Деньги, например, плохо, что ли? Андрей, когда вы перестанете паясничать на занятиях? Кирилл Генрихович, встаньте. А может быть не стоит, у нас Роза Львовна тоже старейший работник. Давайте все ей комплименты делать. Ага, сейчас. Нашли девочку комплименты слушать. Григорий, начните. Слышь? Мы все прекрасно помним, как мы впервые пришли в этот коллектив, и нас встречали добрые, мудрые, чуть подслеповатые от работы глаза Кирилла Генриховича. Светлую ему память. Да, Гриша, действительно, что же вы как на поминках. Кирилл Генрихович, вот, стоит живой перед вами. Ну, скажите ему уже что-нибудь доброе, хорошее. Кирилл Генрихович, вы молодец. Стас, продолжите. Кирилл Генрихович, мы вас все дико любим. Вы душа любой компании. Ну, вот, пожалуйста, вот, что-то похожее на комплимент. Очень неисполненно спасибо, Стас. Вы знаете, где я видел таких затейников? Да я просто не пью, вот и все. Светлана Анатольевна, мне просто нужно отойти. На секунду я вас прошу, продолжайте, просто продолжайте говорить комплименты. Я сейчас, слушаюсь. Олег Андреевич. Да. У нас после обеда по плану пейнтбол. Ну, и что ж, замечательно, пейнтбол так пейнтбол. Правильно, люди устали, напряжение растет, пусть немножко пойдут и поубивают друг друга. Олег Андреевич, я боюсь, что после всех этих гладиаторских боев, разбитых носов и сотрясений мозга, люди меня не поймут. И правильно сделают. У меня вот на пейнтболе товарищу челюсть сломали. Что, прямо на пейнтболе? Нет, ну, не прямо на пейнтболе, а уже после, в автобусе. Ну, оружие отобрали, ну, эмоциональность, адреналин, ну, вот и сломали. Наташка, давайте, правда, возьмем и отменим это все к чертовой матери. Зачем нам этот пейнтбол? Олег Андреевич, отменять никак нельзя. Вы понимаете, что пейнтбол во всех методичках по тимбилдингу идет просто первым номером? Ну, идет и идет, и, ну, и проводите его. Олег Андреевич, я, конечно, проведу. Ну, люди-то не поймут. Да, это правильно, Наташенька. Вот я вас, например, уже не понимаю. Не понимаю. Олег Андреевич, вы директор? Ну? Вы для них авторитет. Ну? Ну, пойдите и скажите. Поставьте перед фактом, что будет, мол, пейнтбол и все тут. Хорошо. И что-то еще? Нет, хорошо. Вот прямо бы сейчас пойти и... А, прямо бы сейчас. Хорошо. Господи ты, боже мой, ну что же это такое, а? Скажите, Наташенька, а где вы сейчас, сейчас все? В конференц-зале? Ну, вот вы идите, а я сейчас следом за вами сразу. Да. Идите, Наташенька, идите. Задолбала. Господи. И зарплату постоянно задерживает. А Новый год вспомните, а? Стоило мне на неделю уйти, пожалуйста. По сто тридцать семь рублей на подарки собирали. И что, положил нам под елочку этот щедрый Дед Мороз? Да, я вообще сто сорок сдавала. А у меня сдачи не было. Помолчите, что мы нашли под елочкой? Две сефирки без шоколада. Облизал, наверное. Жухлую мандаринку, вафли и риски, прощай, пломба. Между прочим, это вам доверили. Доставку подарка. А вы испарились, никого не предупредили. Секундочку, мы сейчас вам комплименты делаем. Когда мне дойдет, тогда и скажете. Ну, как дела? А мы уже все закончили. Нет, я еще по поводу 8 марта пару слов. Закончили, я сказала. Присаживайтесь. Да, посыл, да. Присаживайтесь. Нет, мне лучше постоять. Друзья, Наталья Юрьевна попросила меня сделать сообщение, и я его делаю. Она решила, что сегодня после обеда все идут играть в пейнтбол. Что ж такое-то, а? Дадут мне сегодня выспаться или нет? Андреич, ну, после обеда не сон. Это же святое дело. Вопросы есть? А можно не ехать? Вопросов нет. Наталья Юрьевна, я надеюсь, уже и не нужен, наверное, был. Спасибо, Олег Андреевич. Ну, что вы, что вы. Сидите, сидите, товарищи. Все по местам. Да, Кирилл Генрихович. Наталья Юрьевна. Да. Идите-ка вы в задницу со всеми этими вашими комплиментами. А ведь миллионеры, наверное, каждый день так живут. Как? На банане катаются, водку бесплатно пьют. Ой, мне кажется, это приедается со временем. Это вы от зависти. Лыжня. Ой. Что они с ними там на этих тренингах делают? Еще два дня назад помирал человек, а теперь... Вы глаза его видели? Не успела. А какие они? Как дрель. Да ну вас, насочиняйте вечно. Ничего я не сочиняю. Он мне чуть скворечник в городе не пробил. Хорошенькое сочинение. Может, тут случайно? Милиционеры могут вас случайно застрелить. А бухгалтеры случайно не толкаются. Придумали тоже пинбол какой-то. Мне вообще нельзя. У меня лоскостопие. А я бы пострелял. Я так давно не стрелял в людей. Ну, то есть, вообще никогда не стрелял? А так хочется. Ну, пойдем в бассейн. Утопишь кого-нибудь. Полегчает. Да ну. Неохота. Там немцы. Что ты лежишь, а? Ты объясни, что вот ты здесь лежишь. Ну, а что мне делать-то? Ну, что-нибудь. Гриша, ну что-нибудь же надо делать, а? Взрослые, солидные люди, а едут в этот пейнтбол краской друг друга пулять. А что? Я бы пострелял. Я в школе хорошо стрелял. Гриш, вот почему, когда что-то умное, то тебя нет? Если дурь какая, то ты первый, а? Ну, ты же сама говорила, чтоб я отличился. Вот прекрасная возможность. Прекрасная возможность. Отличиться. Выбег глаз директору, например. Тебя сразу заметят. Скажут, кто это у нас такой метки-то, а? Это у нас Гриша, ворошиловский стрелок, да? Директор, между прочим, не едет. Директор не едет, потому что он умный. А ты будь еще умнее. Гриш, ты скажи, что не надо никуда ехать. Да у них программа. Это ж тимбилдинг. Они все равно поедут. Правильно. А когда они приедут все с перебитыми глазами и с краской, ты выйдешь весь чистенький и скажешь. Я же предупреждал. Таких умных, Мариночка, в детском садике скакалкой давят. Здрасте. Здрасте. Сейчас молчать нельзя. Надо стиснуть зубы и сказать глупость. Простите. Мы зарплату не за глупость получаем и не за пейнтбол. А одежда пачкается, поэтому подписывайте. А что это? Коллективный протест против пейнтбола. Всего хорошего. Какого черта ты это подписал, а? Как? Как? Ты ж только что мне сейчас сказала, что не надо ехать. Гриш, Гриш, ну что ж ты такой тупой у меня, а? Не надо было ехать, если ты сам по себе с этими баранами. Петицию он подписывает. Да вынь ты жвачку изо рта, господи. Олег Андреевич. Он слушает? Давай. Ну говори. Да я подожди. Олег Андреевич, Григорий хотел сообщить вам, что в коллективе назревает недовольство. Если хотел сообщить, пусть сообщает. Я по поводу пейнтбола. Что по поводу пейнтбола? Недовольство. Народ не хочет ехать. Не хочет. Роза Львовна составила, кстати, список по именам. Я тоже вписался, так сказать. Григорий. Да. Я человек не очень эмоциональный. У меня есть три сильных чувства. Ну, может быть, два. Понимаю. Но ненависть к стукачам у меня определенно есть. Понимаю. Я думаю, не все понимаете. Вот приедем в Москву, тогда поймете. А сейчас свободны. Оба надолго. Приятного аппетита. Втюш. Че ты? Простой. Говори, ваша сестра. Мне надо было делать так. Хм. Интересно, а какое второе? А-а-а. А славный сегодня дедерек. Как-то с утра задавалось. Как сказать. А Юрий-то у нас отличился. Ты штаны нашел, нет? Вам весело, да? А я-то думал. И что ты думал? А стыдно мне, вот что. А мне нельзя. Я же циник, интеллектуал. Мне испытывать чувство стыда противоестественно. А че стыдно? Все на месте. Вон у тебя полотеля поклонников. Точно, точно. Я сегодня слышал, немцы говорили, да сыст фантастиш. Нам бы такой цурюк. Не утешай меня больше, ладно? Эх, хорошо. Нет, парни, что ни говори, а день сегодня какой-то особенный. Да что случилось-то? Да в том-то и дело, что со мной сегодня еще ничего не случилось. Погоди, еще пейнтбола не было. Напугал Москву селедкой, сынки. О, гляди. Ну и что? Там же нет ничего. Так, а мышцы? Поэтому мне ваш пейнтбол, как слону хобот, баловство. Нет, все к тому идет. Будет мне сегодня какое-то счастье. Все, мужики, развязываюсь. Напьюсь сегодня в хлам. Вот тебе и счастье. О, а вы не верили. Наливай. Светлана Анатольевна. А я вам больше не верю. Ой, как хорошо. Чего? Ой, совершенно уже одурела от этого солнца. У меня прям круги красные перед глазами. Ты не мог бы стать немножечко левее? Да мое терпение лопнуло. Вы же слышали, как этот ваш милый Стасик отчитал меня, как мальчишку. Но он имеет право, он же твой начальник. Вы издеваете, что ли? А знаете что? А я пойду к Тоборчуку сейчас и все ему расскажу. Эй, эй. Димочка, ты такой милый, неуклюжий мерзавец. А я обворожительная стерва. Мы с тобой так хорошо вместе сработаемся. Не надо ничего портить. Не надо торопиться. Что значит не надо торопиться? Должность отдали одному. Эти пролетари завтра уедут. Эти пролетарии сегодня вечером принесут мне эти чертовы акции в своих длинных профсоюзных клювах. И еще меня же попросят, чтобы я их взяла. Пожалуйста, будь любезен, дай мне из сумочки крем. Дай сюда. А пикселях целый день ищет. Дай сюда. Здравствуйте. Дима, не время сейчас прихорашиваться. Подпишите. Что это? Это коллективный протест. Никто не хочет ехать на пейнтбол. Ничего я подписывать не буду. Все равно все поедем. Да? Интересная у вас позиция. Да нормальная у нас позиция. Да убери ты эти трусы отсюда. Они тебе не идут. Светлана Анатольевна, вы ставите себя поперек коллектива. Нет, я просто революцию не люблю. Да? А я не люблю грязной по оврагам скакать. У меня блузка новая. Светлана Анатольевна, задумайтесь. Вдруг на этом пейнтболе кому-нибудь краской в глаз попадут. Ну, если вам попадут, это будет хорошо. Вы же себе никогда попасть не можете. В каком смысле? У вас тушь вокруг глаз размазана. Это шутка. Я поняла. Грайтесь аккуратнее. Будьте здоровы. Да сюда. Ну? Сейчас, сейчас. Не могу. Ты чего? Закодированный, что ли? Да пошел ты сам, ты закодированный. Ну, не получается и все. Отвык я. Что за дела? Разучился. Разучился. Это же как велосипед. С детства сел и поехал на всю жизнь. Катается, сколько влезет. Ну, не видишь, вообще ничего не лезет. Зараза, блин, сейчас. Сейчас, 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 я тебе кое-бухаю. Ай, блин. Во, бедолага, а. Можете вы помочь? Ну, и чем помочь? Связать и насосом? Да пошел ты. Коллеги, мы тут имеем дело с элементарным психологическим барьером. Во. Че? Это точно. Он как парашютист после неудачного прыжка. Разбитый и нерешительный. Точно. Точно, мужики, точно. Он не то, чтобы боится, но немного опасается, верно? Да. Ему, ему помочь надо. Так сказать, мягко подтолкну. Подтолкните меня, мужики, ну, помогите. Мягко говоришь, Иван, ты это давай брось. То есть, наоборот, пей давай. Потому что выпить это по-русски. Понял? Понимаю. Не, не, не действует. На все он действует. Ты что, не мужик, что ли? Вон, смотри. Лох. Теплая. Ух ты, гадость. Я будто сам выпил. Вот прям по горлу. Не могу. Глухой номер. Подвел ты меня, Валентиныч. Не ожидал я тебя такого. Ну, я не специально, мужики. Ну, не специально. Не могу. Это что, навсегда теперь, да? Иван Валентинович, послушай меня. Ага. Да. Представь. Ты находишься на волшебном вокзале. Где? Ты отправляешься в чудесную, волшебную страну. Это твой билет. Там тебя встретят приветливые, красивые девушки. Там будет море прохладное, освежающее, лучше апельсина. На сердце будет легко, на душе приятно. И если ты... Да пошел ты! Молодец! Валентиныч, на тебя тоже это колебатье подействовало. Да какой, блин? Я его слушаю, думаю, все, умом, рехнулся. Давай. Ну, старик, уважаю, что за методика? Да какая методика? Пошутил я. Шутник, блин! Шутник, понимаешь, ты всю ночь будешь сниться. Молодец. Я, может, теперь всю жизнь пить буду! Держи меня, ну, молодец вообще. Бьете? Ага. Это не поможет. Надо протестовать. Мы сотрудники, а не мишени. Всего хорошего. Наш человек. Наталья Юрьевна, вы знаете, я всегда была исполнительной, но всему есть границы, и мне тоже. Я что-то не совсем понимаю. А что тут понимать-то? Роза Львовна, дезертир. Не дезертир, а за справедливость. Мы не хотим никакого пейнтбола. Коллектив против. Вот подписи. Что все так думают? Мне все равно. А я не знаю. Я все время спать хочу. И пиво. Я, в принципе, не против. Но вообще-то мы устали. Правда. Совсем нет личного времени. А я зашмуриваюсь, когда стреляю. Вы что, не понимаете? Это программа такая. Мы должны стать командой. Да я хоть как стану. Только дайте выспаться. И пиво. Пока мы не пройдем пейнтбол, мы не сможем перейти к следующему пункту. И что? Чего сидишь? Лови момент. Какой момент? Удобный. Тебе же Наташка нравится? Помоги ей людей уговорить. Это для нее лучший подарок будет. Как я их уговорю? У тебя талант. Чтоб ты нового, вон как уболтал. Ну, попробуй. Сегодня мы с вами поедем в чудесную, далекую страну на пейнтбол. Ну, прав, чего не поехать? Отдохнем на природе. Там сосновый бор. Кто хочет, постреляй. Кто не хочет, воздухом подышит. Нет, ну так нельзя. Нужно, чтобы все участвовали. Это важно. А кто не хочет, подышит воздухом. Галочку поставим, директор будет доволен. А начальство довольное и нам хорошо. Тоже верно. Ну, если стрелять не обязательно. Нет. Если уж я поеду, я всех перестреляю. Правильно, десант пленных не берет. Ну, правда, надоело же в отеле сидеть, а? А, простите, а когда попадают, больно? Нет, там защита, костюмы специальные. Только нужно обязательно перчатки надеть. Если по костяшкам попадет, то... По косточкам это хорошо. Что, Генрихович, боль любишь испытывать, да? Причинять. Какой? Да вы что? Вы кого слушаете-то? Мы же договорились. А я не знал, что там сосняк. Я сосняк люблю. Знаете что? Хоть поубивайте там друг друга, а я не поеду. Премии меня лишайте, зарплаты. Увольняйте. С места не сдвинусь. Не надо, я боюсь. Не бойся, ты ничего не почувствуешь. Добрая девочка. Случайно, больно, прямо по мизинцу попал. Больно. Огляди-хось, у нас самострел уже объявился. А давайте мы его шлепнем, а? По закону военного времени. Вы что, сдурили что ли? Что ж ты творишь-то, а? Я с тобой, можешь сказать, из одного котелка хлебал, а ты в медсаббат собрался, паскуда. Дайте мне, как шлем надеть, сволочь. Вор я на тебя шлем наденусь. Ты что творишь, трибунал? Извини, как-то в подсознание вылезло. Я же с тобой из одного котелка не хлебал. Я тебе этот котелок знаешь, куда надену? Так, что здесь происходит, а? Да так, провокатор расстреляли и все, вот, все. Ребят, нельзя ли посерьезней? Ну, что за игры такие дурацкие, да? Андрей, прекратите паясничать. Я? Ну, вот на фронте таких клоунов, ой, как не любят. Так, быстро все построились. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, опоздание. Вы почему без снаряжения? Ну, вы же сказали, что если кто не хочет, может просто свежим воздухом подышать, а потом у меня это последнее платье. Золушка. Ладно, правила простые. Инструктор дает команду, начинается бой. Если в человека попали краской, убит. А если куда-нибудь плечо попадет ранен, все равно убит. Надо сразу поднять руку и уйти с поля. Внимание! Если человек поднял руку, в него стрелять нельзя. А я буду. Я пленных не беру. Ну, Василий! Шучу, шучу. Кирилл Геннадьевич, с близкого расстояния тоже стрелять нельзя. Если вы подошли ближе, чем на три метра, надо сказать аут. Я понял. Ага, я ему аут, а у меня очереди, да? Тот, кому сказали аут, тоже считается убитым. Ясно? У меня вопрос. А военную хитрость применять можно? Какую хитрость? Сдаться в плин, понарушку, а потом перестрелять всех сзади в спину. Роза любого. Странтехо. Иван Валентинович, что ж вы делаете? Вы ж не пьете. Устаревшая информация. Господи, что ж я вашей супруге скажу? Не углядела. Мне сегодня, Валентина Ивановна, три знака было. Три! Меня бухгалтер ударил, курьер напугал и выпить захотелось. Чего еще? А про акции. Про акции забыли. Нам же сегодня решать, что с ними делать. Я же в этом ничего не понимаю. Зато я понимаю. Продаем их на все чертовы матери. И все. Как продавать? Вы же сказали, что без них никак нельзя. Съедят нас. Съедят. Тогда зачем продавать? За деньги, Валентина Ивановна. За деньги. Такова судьба профсоюзного лидера. Вести за собой народ, увлекать, а потом, как Иуда, ржать и предать всех. Можете презирать меня, Валентина Ивановна. Сволочь я последняя. Так, сейчас мы с вами разделимся на два отряда. Первый набирает Василий Николаевич, второй Дима Новиков. Пацаны. А потому что это мужские игры, сынок. Потому что психологические тесты показали, что у этих людей нет потенциальных лидерских качеств. Чего, чего у нас нет? А я, между прочим, специально всякую ерунду в тестах писал, да? Нам необходимо работать слаженным коллективом под любым, даже непрофессиональным руководством. Наташенька, я пойду подышу свежим воздухом. Занимайтесь. Понятно. Тяжело в учении. Легко на лечении. Дима, начинайте набирать. Вы первый. А почему он первый? Ему достанут все самые лучшие. Андрей. Так, а у меня пиксель. Юра, давай-ка, иди сюда. Гриша. Стасик. Не пойду. Ты меня расстрелять хотел. Ну, не расстрелял же. Давай сюда бегом. Наташа. Так. Ну, тогда мне Леночку. Как? Ну, извини, что я в тебя целился. Ну, просто Леночку. Ну, все, мне хватит. Мне тоже. Нет, ну, так нельзя. Нужно, чтобы всех назвали. Угу. Ну, я, ну, я прям не знаю. Это просто возмутительно. Да. Мы же не рабы, чтобы нас как на ярмарке выбирали. Вы бы нам еще в зубы посмотрели. Роза Львовна, вы, конечно, мой кумир. И зубы у вас самые лучшие в мире. Но... Генгорьич, ты не обижайся, но ты не боец, ей-богу. Я не знаю. Дима, ну, выбирайте. Ваша очередь. Ну, ну, Роза Львовна, что ли. Прямо на расхват. Ну, так нечестно, я не знаю. Ну, опять все, все подсужено. Ну, то пусть сюда, Генгорьич. Все мы, конечно, с тобой здесь поляжем. Ну, ладно. Лучше стада баранов под руководством Льва, чем стада Львов под руководством Барана. Молодец, Василий Николаевич. Одной фразы всех оскорбил. Ну, кроме Львов, конечно. Внимание. Задача игры. Команда Димы удерживает флаг. Команда Василия Николаевича пытается его отобрать. Флаг, конечно, условно. А почему же это? Флаг, условно. А ну, дай сюда. Отбери в бою, сосунок. Да я тебе не сказал, ты, кодёнов. Ну что, сладорода, поехали. Куда ты? А ну, назад. Посмотреть. Что жить-то доело, что ли? Посмотреть ему. Это не зоопарк. У нас, кажется, жизнь лечит у. Геннадь, шнуха глянь, что там? А ему можно? А, это запланированные потери. Ему всё равно погибать. Так, ну-ка, встань, посмотри, что там видно? Так не видно. Так не видно. Конечно, лысину смотришь. Конечно, ничего не видно. Глазами надо смотреть. Чё ты брёшься? То сядь, то встань. Достал. А, ладно, сиди. Так, учитель сынки, пока жив. Здесь нужно с умом. Так. Смотрите. И запоминайте. А мы не слишком долго готовимся. И запоминайте. Берём какой-нибудь предмет и бросаем в одну сторону. И пока эти мы джакеты с дурью лупят по тем кустам мы встаём и смотрим, что происходит. Так, желающий есть? Понятно, нету. Так, хорошо. Смотрите и учитесь. Дилетанты, невозможно воевать. Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл Георгиевич. А вы опасный человек. Да уж. Андрей, подожди. Андрей, я хотела с тобой поговорить. Не? Не перебивай меня, пожалуйста, а то я собьюсь. Я, я, я хотела сказать тебе, что я, я вела себя просто как дурак. Как идиотка какая-то. Я не знаю. Андрей, пожалуйста, не перебивай, о чём я говорила. Пожалуйста. Да, я как, была как дура. Как идиотка. Ты понимаешь, я просто, просто испугалась. Я настолько отвыкла быть с кем-то. Я... Подожди, подожди, Андрей. Я... Боже мой. Да, я испугалась. И, понимаешь, я хочу сказать, что я, я хотела сказать, что, хотела сказать, что давай, пожалуйста, давай начнём всё сначала. Давай. Я согласен. Наталья Юрьевна, Наталья Юрьевна, я вас везде ищу. Андрей. А вы сидите и отдыхайте. А... О, попали. Наталья Юрьевна. Андрей. Андрюша. Андрей, господи, боль мой. Андрюша, что с тобой? Андрюша, Боже. Андрей, ну скажи что-нибудь. Андрей. Диалога не получилось, Наталья Юрьевна. Фух. Поздравляю, Наталья Юрьевна. А что? Неплохой выстрел для любителей. У-у-у. Пап, тебе мама звонит. Да, дорогая, слушаю. Ты что, сразу не мог позвать, а? Сказал, что ты занят. Тебя не беспокоит. Да, дорогая. Да, полностью, полностью согласен. Ты соображаешь, что ты делаешь? Надеюсь, ты не сказал, чем я занят, а? Да, моя дорогая, именно, именно об этом я и думаю всё время. Уйди с глаз. Уйди. Можно я что-нибудь съем? Иди, бери, ешь. Да, девочка, слушаю. Да. Ну, разумеется, абсолютно всегда с тобой согласен. Я же сказал тебе, вон отсюда, уйди. Возьми и уйди. Отстань, сказал. Это я вот, Кирилл Генриховичу, да. Это у нас тренинг такой. На терпимость. Сегодня я его посылаю, а завтра он кого-нибудь. Ух. Да. Нет, тренинги в разгаре. Нет, всё нормально. Всё. Вот, кстати, сегодня Кирилл Генрихович отлечился. Весь коллектив расстрелял. Да нет, ну нет, ну не насмерть. Это игра такая. Да. Да. Да, кстати. Кстати, расстрелян. Скажи, а как там наше уголовное дело? А, то есть мы с тобой? Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, он молодцом держится. Сталь, а не человек. Ух ты. Гвозди бы делать из таких людей. Нет, ну посидит немножко, выйдет. Нет, если, конечно, жив останется. Но это нормально ничего. Ничего. Да нормально для такого орла 15 лет не срок. Держится молодцом. Да. Нежно целую. Нежно, моя дорогая. Вот видишь, Генрихович, все в порядке. Чего ты так перепугался? Я ж пошутил. Три таблетки каждый день. А там процесс идет. Ну, не совсем хорошо все. Но люди работают. Все, так что все в порядке. Ну, как ты не понял, что это шутка? Да пошел ты. Справедливо. Это у нас такой тренинг на терпимость. Ну, я пошел. Я к Шамлар. Кого? А, нет, ничего. До свидания. Доктор, как он? Сейчас, секундочку. Жить будет, а говорить надо снова учить. Что? Он когда пришел, так громко говорил, такие слова. Я даже русские такие слова и не знаю. Хорошо, что сейчас молчит. Минуточку. Андрей, тебе очень больно. Да. Поцелуй меня, и я покажу тебе далекую, чудную страну, в которой море освежает и охлаждает, как апельсин. Поцелуй меня, и... Поцелуй меня, и... Выздоравливайте. Доктор, может, я все-таки гипнотизер? Надо еще раз глазное дно проверить. Что тебе? А у меня для вас две потрясающие новости. Да. Во-первых, у нашей Буниной кажется роман с курьером. Но она мне сама сказала. Она меня приняла за этого. Я поняла. Вторая. Значит, вторая такая. Кажется, Шептунов развязался. Но он же был закодированный на алкоголь, А я его сейчас встретил. Ну, в лоскуты просто. Исчезни отсюда. Иди отсюда! И ночка темная. Привет. Добрый вечер. Как ваше здоровье? Во! Как хорошо. Простите, пожалуйста. Вы готовы поговорить? Точно. Ну, что вы решили? Вы продаете акции? Точно. 150 тысяч рублей и... Мне кажется, вы очень много выпили. Дорогая моя! Сейчас во всем мире нету столько бухла, чтобы мне было много. Нет, ну это какие-то буйные фантазии. Ну, побудьтесь Бога. Я, я делаю из хорошего отношения, так сказать. Смотри сюда. Смотри сюда. Я смотрю, смотрю. Тут все подсчитано. Рыночная стоимость активов по самым скромным подсчетам, с учетом последующих... Понятно. Смотри сюда. Движение на бирже, еще раз повторяю, по самым скромным подсчетам составляет... Я поняла, да. Поняла, поняла. Смотри. Ты знаешь, что это такое? Нет. Калькулятор. Считаем. Отстирался пейнтбол? Ага. Только я их носить не буду. Это почему же? Флаг теперь все-таки. Я его в бою добыл. Это его бухгалтер добыл. Все равно в бою. Слушай, будь другом. Сгоняй-ка за пивком. Отметим это дело. Сам принеси. Инвалид недоделанный. Принеси мне пиво. Мне нужно пиво. Ты принесешь мне пиво. Ты принесешь пиво, и мы отправимся в далекую, чудесную страну. Ты что, чокнутый? В гипноз свой поверил? Это ж развод. Черт, жалко. Я, конечно, подозревал, что... Но Шептунов, я же говорил. Да Шептунов сам выпить хотел, как в пустыне. И в пейнтбол все ехать хотели. Роза Львовна только воду баламутила. Подожди. Получается, что Наташа тоже хотела. Чего? Ну, ничего. Во, благоволите. Сто двадцать семь тысяч. Ну... Да. Я прошу, немного больше. Знаете почему? Потому что вы... Акции вам очень нужны. Для справки. Я провинциал. Без высшего образования. Но я... Не идиот. Ну, так что? Берете? Да. Нет. Мне надо подумать. Подумайте, подумайте. Э, басурман, иди сюда. Повтори. Жумел камыш. Кемер. Все гнули. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот стерва! Откуда у неё только силы берутся? Вот заживём, когда она директором станет. Что? Не понял? Ну, вдруг она директором станет? Натекнул тебе на язык! Не дай бог такой крымцев директора! Всё, заливай бензин! Я хотела попросить у тебя прощения. Нет, не надо. Нет, я должна, должна это сказать. Выслушай меня, пожалуйста. Я была такая... Теперь ты совсем другая. Да. Да, я стала совсем другая. Я стала намного лучше. Ты знаешь, я изменилась. Я стала добрее и... Это все заметили. И всё это сделал один человек. Я? Нет. Это сделала... Роза Львовна.